Меня тут в одном ролике все стали поправлять, когда я произнес половину фразы «О мертвых либо хорошо, либо ничего». Все, конечно, с удовольствием добавили «ничего, кроме правды», видимо, подумав, что я не знаю эту знаменитую крылатую фразу поэта Хиллона. Я ее знаю, и поэтому на этот раз действительно произнесу ее полностью «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Вы уже, наверное, догадались, что речь пойдет о Михаиле Задорнове. Вот что интересного о нем я прочитал. Любая кончина – это повод для итоговых слов. Любой человек достоин последних оценок, независимо от их характера, просто потому, что слова эти мы произносим в любом случае про себя ли или публично, не имеет значения, важен их смысл. Это правило, разумеется, я отношу и к себе. Любая публичная оценка, в том числе из уст врага, намного предпочтительней лицемерного молчания. Сатирой в путинской России настоящая катастрофа, впрочем, не меньшая, чем в творческой элите, в роли обслуги режима. Людей, сохранивших верность жанру единицы, слава богу, есть еще Жванецкий и Шендерович, не изменившие себе в совковых времен. Но попробуйте представить себе Аркадия Райкина, поющего о Сану Генсеку Брежневу в годы застоя, а Райкина, вытирающего ноги на сцене о советских диссидентов и инакомыслящих к очередному съезду партии. Это абсурдно, прежде всего с точки зрения профессии. Сатирик, по определению, не может быть на стороне власти, как и на стороне сильного против слабого. Сатирик всегда защитник и диссидент. Он всегда на стороне тех, кто нуждается в защите. А иначе он либо позорит свой жанр, либо его ремесло называется иначе, например, пропагандист. Задорнов и Хазанов – самые яркие, пожалуй, примеры выпадания из профессии, извращения ее сути. Так они останутся в истории перебежчиками на сторону власти и сильных мира сего. Причем в наиболее мерзкие годы режима, когда любое слово против произвола было на вес золота. Но вместо этих слов звучало совсем иное. Прекрасно помню монолог о Ходорковском, сидящем в тот момент в тюремной камере. Недословно, но по смыслу точно. Фраза Задорнова. Тюрьмы у нас в таком состоянии, что олигархов надо заставлять раскошеливаться на модернизацию. Представьте себе Ходорковского в вип-камере и мобильная параша на колесах. Ходорковский ей кричит «Эй, параша!» и параша подъезжает. Хохот в зале. В этом весь Задорнов – пропагандист имперского русского мира и путинского стиля правления. С его ложью и подлостью имперство, которое старательно навязывал российскому охлосу сатирик, привело нас в Донбасс, в Крым, к войне, к агрессии, к изгойству, изоляции и тысячам жертв украинцев. Впрочем, были, видимо, и в Третьем рейхе свои сатирики, вытиравшие ноги о евреев, о врагов фюрера, раздувавшие в публике имперские комплексы и ненависть к свободному миру, прославляющие расу арийцев. Но в русской истории я просто не припомню ни одного крупного художника-сатирика, вставшего на сторону силы, режима и мракобесия. Гоголь, изменивший призванию, тут же закончился как художник. И слава богу, потому что Гоголь – православный монархист, с той же мерой таланта, писавший в интересах власти, был бы настоящей катастрофой для себя и для русской культуры. Природа ставит пределы такого рода предательством – самого себя, жанра, призвания и профессии. Саморазрушение талант – это плата за измену. И даже обожая Гоголя, нельзя не согласиться, что он ушел вовремя. За Дорновым совсем другая история, но то обстоятельство, что с закатом путинизма уходят вслед за ним, и его верные пропагандисты по-своему символичны. Режим вполне может проскрепить еще какое-то время, но историческая смерть налицо. Не видеть развала и конца того, что ты воспевал и отстаивал, не понимать вектора истории – вполне себе счастье. Так что порадуемся за покойного, он счастливый человек. Александр Хоц. От себя я хотел бы добавить, что, на мой взгляд, нет ни одного человека, кто сделал большее в разжигании антиамериканизма. Я хорошо помню, как самым козырным номером Задорного было «Ну тупые». Да, именно он миллионам россиян внушил мысль, что в Америке все тупые, а россияне – интересные, предприимчивые люди, находящие выход в любой ситуации. Именно поэтому всем этим сидящим тогда-то и хохочущим над Задорновым сейчас очень трудно объяснить, насколько они неправы. Вклад Михаила Задорнова в начало российской пропаганды трудно переоценить. Это был один из первых, я бы сказал, человек, который нанес больше зла, чем Соловьев и Киселев вместе взятые. Потому что те вещи, которые говорят со серьезным тоном, часто не воспринимаются, а через смех и шутку они заходят в подсознание глупоко и надолго. Ту ахинею, которую он нес про русский язык, что якобы все языки мира так или иначе вышли из русского, что все города и столицы мира – это бывшие российские города, вот вам база всего этого безумства, которое мы сейчас называем русским миром. Дальше эту идею подхватили сумасшедшие правители и в результате гибнут реальные люди. Он выходил на сцену, зарабатывал деньги и пытался вызвать смех любыми доступными ему средствами. Сначала смеялся над россиянами, восхвалял американцев, а когда американцы отказали ему в визе, стал смеяться над американцами. Ну а после в конце жизни совсем вдарился в непонятные идеи о великой российской расе арийцев, то есть полностью ушел в националистические преднем. Когда я только прочитал список, кто выражает соболезнования, мне абсолютно все стало понятно. Это, конечно же, Владимир Путин в первую очередь, Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Борис Кожевников, Владимир Соловьев. Все те, кто подхватили его идеи и развили их в каждой своей сфере.